Одна из единственных женщин, которая вообще этой темой очень серьёзно занимается. Не знаю почему, но, наверное, потом как-то проясните. Ну, прежде чем поговорить о вашей профессиональной деятельности, я хотел спросить, чем вы сейчас живёте? Как вы себя чувствуете? И кроме той роли, вот такой, которая у вас есть, учёного, вы как человек себя сейчас, какой роли себя ощущаете? Чем наполнены ваши мысли? Ровно сегодня, пока мы завтракали с Александром Яковлевичем Капланом, мы разговаривали с ним большое количество часов в разное время. Тем не менее, зацепились. И вопрос, который нам в голову пришёл обоим, такой. А вот что есть в психике человека, что нерушимо? Мы же видим, как тонкая плёнка цивилизации, как она быстро сдёргивается. То, что было невозможно себе представить совсем недавно, вдруг оказалось возможным. Я-то это, опережая все вопросы, которые вы мне, вероятно, будете задавать, я скажу то, что я говорю студентам. Мне это несколько лет назад в голову пришло. Толщина нашей коры головного мозга несколько миллиметров. Вот такая. И вот такой объём. Это шёлковый платок. Из такой не самой толстой шерсти, не самого тонкого шёлка. Вот такой платок, 50 на 50. Там содержится наша цивилизация. Всё остальное звериное. И вот сейчас мы это видим. Сейчас и не первый раз за всю человеческую историю. Сколько раз это было. Когда люди сидят, играют на лютне, или читают гёте, играют на клавесине или на скрипке, а потом что-то происходит, и всё это быстро снято и выкинуто. И тогда можно миллионы людей убивать. Ну, мы же знаем человеческую историю. Кто хорошо учился в школе, то помнит. Вот как это происходит. И что есть в психике такого базового, какого-то очень большого, который нельзя сдвинуть. Почему я так вопрос ставлю, я вам скажу. Потому что если бы этого вот какой-то такой устойчивой основы не было, эволюция за миллионы лет уже смела бы это всё. Значит, есть какие-то вещи, которые не поддаются всё равно. Можно я три вещи назову? Назовите, вы будете первой. Одежда, вера, любовь? Ну, это да, да, это да. Это да. Но я-то имела в виду более, менее романтично, как бы более научно. Вот что есть такого, что продолжает человека удерживать от полного распада, при том, что мы видим признаки этого распада направо и налево. Так ведь? Ну, надежду, веру, любовь, наверное, с точки зрения науки тоже можно изучать? Смотря... Здесь надо говориться о правилах игры. Потому что наукой является философия. И наукой является вообще вот всё гуманитарное знание. Это просто другой тип науки. Поэтому я неаккуратно сказала, я поправлюсь. Методами, даже не методами, а идеей естественных наук, вот если иметь в виду, то есть правила игры. И правила игры заключаются в доказательствах нефилософского сорта. Карты на бочку, факты, доказательства, проверяемость, повторяемость, то есть статистическая достоверность. Это правила игры этой науки. Они не хуже, не лучше, чем другие. Абсолютно не хуже. Но у неё такие правила. Ну, можно играть в покер, можно в хоккей. Ну, разные просто правила. Так вот, если говорить о рамках такого рода науки, то нет, не изучается это. Татьяна Владимировна, ваши устремления в науке ещё лежат в области психолингвистики, да? Ну да. Вот знаете, я хочу такую цитату привести. В Библии, в Новом Завете, первый строчек начинается с такого предложения. В начале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Ну, слово тут по-разному. Можно понять, логус там, на самом деле, в греческом языке как бы в оригинале написано. Как вы считаете, вот наука и вера – это два метода познания бытия? Или всё-таки они как бы на двух сторонах разных категорий находятся? Понятно, что это такая тема, опасная тема, потому что все ругаются на эту тему. Я сто раз получала вопросы, как это может быть, что вы учёный, серьёзный учёный. У меня больше 360 научных статей, и вообще за меня их никто не писал. Ну, то есть я реально действующий учёный, не разговаривающий об этом, а действующий. И вопрос, который я получаю, как это может быть, что вы с одной стороны учёный, а с другой стороны говорите, что вы православная, что вы верите в Бога и так далее. Отвечаю, да, я православная верю в Бога, и это не конкуренты. Наука и религия – не конкуренты. Они не борются за то, кто из них лучше. Это два разных способа. Вот я сейчас вообще жёстко скажу. Наука, как я это воспринимаю, делает всё, что она может для того, чтобы постараться узнать, как Господь создал этот мир. Вот я так вопрос ставлю. Мы делаем, что можем. В меру наших сил, усердия, таланта, технических и прочих возможностей. Я хочу узнать, как этот мир устроен. И я не борюсь с тем, кто его устроил, потому что я неумалишённая. Это не конкуренты. Поэтому вот вопрос, заданный так, как вот мне задают, не так, как вы задали, а так, как мне задают, это просто неправильный вопрос. Это всё равно, что сказать, что лучше, я не знаю, хороший компьютер или балет. Ну, это неправильный вопрос задан. Они не конкурируют. Компьютер и балет – не конкуренты друг к другу. Это другое. Нам никто не обещал никогда, что мы должны в мире этих бинарных оппозиций болтаться. Либо это… Или вы любите кофе или чай? Я люблю кофе и чай. Что будем делать с этим? Это, кстати, отдельный и даже серьёзный научный вопрос. Почему люди сделаны так, что они всё время выбирают из двух? Либо красные, либо белые. Либо кофе, либо чай. Либо поэзия, либо наука. Всё время идёт… Подождите. У нас никакого договора нет о том, что мы делаем выбор из двух. Мы сами себе придумали ловушку, и в ней вот теперь погибаем. В этом вопросе, знаете, я ещё что-то закладывал. Учёные говорят о том, что без семиотики, без языкового понимания вообще нельзя осмыслить ни сознание, ни бытие, ничего. А язык является одним из элементов семиотики. Вообще, может быть, для мышления быть без языка? Здесь два вопроса. Я не теолог, я не сумасшедшая, чтобы начать трактовать самые сложные вещи на свете. Но мнение своё слабое я могу сказать. Слово в смысле идея, слово в смысле мысль, не слово в буквальном техническом смысле, как мы это говорим. Я понимаю, что я невнятно говорю, но это такие сложные вещи, о которых поди скажи. Вот можно я уйду в бок? Конечно. Мы рассуждаем. Мы сегодня, как Юрий Лотман сказал, есть я и другой человек, и там рождается новый смысл. Вот я с Лотманом имела счастье близко и многократно общаться, отношусь к нему абсолютно восторженно. Это совершенно потрясающая личность, и такого разговора мы тоже вели. Ну вот, ну всё-таки, если мы пойдём по улице и начнём людей спрашивать, что делает мозг, то из ста человек сто, ответят, и они ответят правильно, только это будет не вся правда. Они ответят, что мозг получает информацию из внешнего и из внутреннего мира через окна и двери, которые наши сенсорные системы, уши, глаза, носы, вкус, кожа. Ну, в общем, всё, что впускает рецепторы, всё, что впускает информацию в мозг. Он её обрабатывает, скажет вам эти сто человек, и говорит, как реагировать. Говорит своим мозговым способом. Мышцам говорит, вот это делай, сосудам говорит, сожмись. Ну, в общем, своё дело делает. Это всё правда, конечно, и этому нас учили в школе, а потом в университете. Но это не вся правда. Мозг занимается тем, что он творит миры. Он не просто, он не реактивный в смысле стимул-реакция, в этом смысле реактивный. Он активный. Он выдумывает миры, в которых мы потом и живём. Вот у меня, например, уверенности в том, что тот мир, в котором мы сейчас с вами находимся, что он на самом деле есть, а не у меня в голове. У меня эта мысль присутствует. И это я не с хульвенства говорю. Потому что я не смогу доказать другого. Когда вы мне скажете, да, но я здесь тоже сижу, или да, вот я сейчас там вас ущипну, я скажу минутку, это всё у меня внутри мозга происходит. И ваше ущипну, и студия, и всё. Но не будем в эту сторону уезжать, потому что… Попозже. Да, да, да. Вот, но я к тому говорю, что для нас миры, которые мы придумали сами, на которых базируется наша цивилизация, нисколько не менее, а может быть и более, важны, чем физический мир. Иначе откуда, скажем, религиозные войны, а не про что? Я понимаю, когда землю отнимают, или Елену прекрасную надо утащить к себе. Это понятно. А вот когда за идею, крестоносцы там, да ну, все в школе учились, много примеров. Это что? Поэтому мозг, он не только общается с миром в смысле устройства, которое пытается и успешно понять, как в этом мире жить и что делать, но это ещё устройство, которое мир создаёт. И вопрос, который сейчас есть, на который нет ответа, но сам вопрос стал появляться зато, это свойство ли это только людей или, скажем, у животных это тоже есть. Мы же не знаем, чего у них в голове. Можем сколько угодно датчиками и электродами дырявить их там, но это нам ответ даёт на другие вопросы. Мы не знаем, как думает кот, который сидит, и вот у меня был кот, он так смотрел, что, знаете, глаза отводишь. У него же это был умный взгляд, умный. Что у него в голове в это время, что он думал, например? Вот нет способа про это узнать. Поэтому вопрос, только ли мы творим миры, или и другие творят миры, но просто их не фиксируют на внешних носителях, как мы, которые научились писать, изобрели внешнюю память, так сказать. Рисовать, какие-нибудь завязывать штучки или скульптурки делать. Мы же что придумали? Мы придумали, как сделать так, чтобы опыт, накопленный за жизнь, не ушёл вместе с тем, кто его накопил. Ну, вывести этот опыт из материального субстрата, который в голове. Потому что жалко родственников. Татьяна Владимировна, а вот как вы считаете, вот если можем мы о чём-то помыслить вообще, пофантазировать, если в нашем языке нет такого слова, нет такого знака? В лингвистике существует такая гипотеза, вокруг которой десятки лет уже идут страшные споры. Она называется «Гипотеза лингвистической относительности». Её авторы – два учёных, Сипир и Уорф. Она сводится упрощённо к следующему варианту. Люди, говорящие на разных языках, живут в разных миров. То есть, если ваша языковая система описывает три времени, то это одно, а если двадцать три, то это другое. А поскольку языков у нас то ли шесть, то ли семь тысяч на планете, зависит от того, как считать. Ну, в смысле, что считать языком, что диалектом. Но это неважно, всё равно их много. Они исчезают, но их всё ещё очень много. То, доведя до абсурда вот эту мысль, мы должны сказать, что все эти люди живут в разных мирах. Потому что если у вас есть синий и голубой, а в английском есть blue, то это другая история. Ну, я бы, конечно, отбила этот мяч, потому что бы я сказала, что там есть много разных blue, типа navy blue, dark blue, там light и там ещё там, чёрт-то в ступе. Но всё-таки язык определяющую роль играет в том, каков мир, в котором эти люди живут. Ваш вопрос первый был, я его, конечно, не забыла. Это возможно ли мышление без языка? Да, возможно. Но самое главное мышление языковое, возможно, мышление образами, возможно, мышление музыкальное, где слова не внедряются, оно само там как-то ходит. Возможно, мышление математическое. Но если бы я уж совсем так уперлась, то я бы сказала, у человека есть много языков. И я имею в виду не национальные языки, которых то ли 6, то ли 7 тысяч, а на семёчку я вытаскиваю символических систем, которыми люди пользуются. Это язык вербальный, это музыка, это математика, это body language, так сказать, это язык тела, жесты, мимика, это всё языки. Более того, это языки конвенциональные. По договорённости это называется книжкой. Могли договориться, она называлась бы арбузом. То есть не она, а этот предмет. На это значение имеется, да? Да. Я имею в виду, что мы же слова, мы договорились, что это будет называться микрофон. Могли договориться иначе. И это так и есть, потому что на разных языках это разные слова. А микрофон микрофоном остаётся, как объект, как предмет. Поэтому это конвенциональные системы, то есть договорные. Мы договариваемся, что есть столы, есть стулья, есть солнце, есть небо. Мы договорились. А могли бы договориться и как-то иначе. Можем ли мы договориться с другими, и эти другие с большой буквы «Д». Это даже вот в философии есть такой термин «другое сознание». Другое – это не человеческое. Мы все люди знаем, что нужно выучить другой язык, чтобы знать, как будет стул, так сказать, по-французски. А если речь идёт о вообще каких-то воображаемых существах, я не знаю, инопланетяне прилетели, как будем разговаривать? Мой ответ – никак не будем разговаривать. Никак. Нас ключа нет. Нам никто не обещал, что у них есть уши, что у них есть глаза, что они оперируют звуковыми волнами, а скажем, не магнитными или не электрическими. Нужно иметь ключ к замку. Поэтому на ваш невинный вопрос я вот так сложно реагирую, сказавши, что да, возможно, неязыковое мышление, если понимать слово «язык» в узком смысле, а если в широком, что язык – это всё. Ну, язык, по словам, знак. Математика – это же тоже знаковая система, и образы знакового мышления. Я сюда и веду. А вот если знаков нет, мыслить можно? Вот я считаю, что нет. Но я не смогу это доказать никак. Про американцев. Получается, американцы не видят голубого неба. Не в состоянии осознать, что такое голубое небо, в отличие от русского. Это… Так получается? Мы не знаем, но вот… С точки зрения восприятия. Сейчас я вам скажу. Есть такое понятие… Что такое для меня голубой цвет? И для меня. И для американца, который слово «голубой» отсутствует. Хорошо. Но или для меня. Ну, мне кажется, с вами полегче будет. Нет, тоже не очень. На слово «голубой» есть. Мы с вами договорились. Это я понимаю. Но я сейчас выведу в другую сторону. Не в другую, а в некоторую боковую дверь. Есть такое понятие, и оно в науках и в философии значится как «квалия». «квалия» – латинский термин. Ощущение от первого лица. First person experience. Вот в любой научной статье такого сорта вы это увидите. Это то, что нельзя ни доказать, ни проверить. Это какой голубой для вас? Лучше не цвета брать. Вы скажете, это кислое вино. Я скажу, а на мой взгляд, недостаточно кислое. Вот в нём бы лучше, чтобы сахара было немножко побольше. Вам кислое, а мне не кислое. Вам тепло, а мне не тепло. Вам вкусно, а мне невкусно. Вам шероховато, а мне не шероховато. А если шероховато, то по-другому. По какому – не знаю. Вот это одна из очень сложных проблем и философии. И в нашей науке, когда мы говорим про мозг, сознание, вот эта квалия, это центральная точка, об которую спотыкаются все. То есть ты не знаешь, что с этим делать. Я не могу влезть в голову кота, вот какие бы у меня ни были приборы, эти приборы мне абсолютно не помогут. и узнать, о чём он думает, когда вот он так подло смотрит на меня. Что у него в голове? Я приборами узнаю, где какие связи, где активность, где пассивность, где зажглось, где потухло, куда эти линии пошли. Это всё, пожалуйста. А трак, а интерпретация? А что это было? Из того, что у него здесь активность есть, у любого него, у кота, у человека, у кого хочешь, здесь активность есть, а здесь нет. Что это значит? Я статьи вам напишу сколько хочешь, я опубликую. А что это значит? То есть, что значит математическое мышление? Это надо, кстати, вот вам звать математика, только сильного, не того, который 2 плюс 3, а серьёзного мыслителя, с которым очень трудно говорить будет, потому что он говорить это не может. И спрашивать, как это у вас бывает, когда вы решаете математическую задачу в голове? Вот что там происходит? Я такие эксперименты провожу, друзей-то ловлю. Вот. Они говорят, ой, ты знаешь, там какие-то пятна иногда цветовые, они куда-то ездят, там сливаются, там разливаются, иногда какие-то пустоты образуются. Понимаете? То есть, мы их вынуждаем перевести процесс того, что невербализуемо, худо-бедно, хоть как-нибудь, в формочки и ящички языка. Мы же их спрашиваем, он вынужден языком говорить. А как говорить-то? Они туда не лезут. Если вот так вот мысленный эксперимент провести, вот возвращаясь к Вале или к трудным проблемам сознания, представьте, что родился человек, его поселили в комнату, в котором она всегда будет черно-белая. Ужас. Вот он будет жить, из этой комнаты он не будет выходить, он будет ученым, он будет изучать свойства цветов, волны, как они, на каких частотах фотон излучают, но он будет все свое окружающее окно только видеть в черно-белых тонах. И представим, что в один прекрасный день, когда ему исполнится 25 лет, он с этой комнаты выйдет. И когда ему покажут красный цвет, он красный цвет состояния будет увидеть, или красный цвет увидит он черно-белым. Это хороший вопрос. Кстати, не такой невинный, как он кажется, потому что пока вы говорили, я уже думала. И такого рода мысленные эксперименты... Состояние вообще-то вот эту квалию ощутить? Или оно с рождением у нас? Или как? Хороший вопрос. И я, если отвечать честно, то мой ответ будет, я не знаю. Хотя я очень много про это читала и думала. У нас точно есть, некоторые даже говорят, от врождённые концепты. При этом под концептами имеются в виду самые-самые большие, крупные вещи такие, типа, что есть начало и конец у чего-то, что есть обрывы, что вот как бы вот там движешься, движешься, падаешь, что есть какие-то ходы, я не знаю, условно говоря, туннели, что можно вот из этой комнаты, комната в стакавычках, выйти куда-то, что есть выходы, входы, есть замкнутые... Вот такого сорта ориентиры, похоже, что они врождённые. Врождённые концепты о том, что он в состоянии красного цвета видеть. Вот я не знаю. Мой ответ был бы такой, что, несомненно, большая доза чего-то врождённого есть. Как вы собираетесь это выяснить? Вы младенцу же не можете? А на животное нельзя эксперимент провести? А это, разумеется, проводят. Но перенос с животных на человека всё-таки он... Это щекотливое дело. Дарвин говорил и писал, что люди отличаются от других своих соседей по планете количественно, а не качественно. То есть у всех есть память, у нас есть память, но лучше. Все могут там перемещаться, а мы лучше. У всех есть внимание, мы лучше. У всех есть коммуникационные системы, у всех живых есть коммуникационные системы. Только у инфузории туфельки это химия. Но нет живых, которые не коммуницируют друг с другом. Мы тоже, но только у нас какого уровня эти системы не сопоставимы. То есть дарвиновская точка зрения такая. Большинство, абсолютное большинство биологов, а это уж я проверяю, потому что я же имею дело с разными науками, они именно так и считают. Они говорят, а что вы расшумелись со своим языком, там и всё это. У всех это есть. Просто, ну, у нас более изящный. Это не абсолютная точка зрения, потому что есть вещи похожие, которых у других нет. Вот язык относится к этому числу. У нас точно есть гены, которые не тащат за собой знания конкретных языков. Разумеется, вот это по наследству никак не передаётся. Но тот факт, что каждый здоровый ребёнок Земли может овладеть любым языком Земли, любым, в котором он оказался. Это принципиально, что любым. В котором он волей судеб оказался. Он японец. И тысячу лет там все японцы. Но судьба так распорядилась, что он родился, я не знаю, в Финляндии. Никаких японцев не видел. И финский будет его первым языком, главным. И нет ничего, чтобы ему помешало этот финский или русский, или любой другой. Сделать первым. В чём же гены? Гены в том, чтобы мозг мог овладевать самым сложным из всего, о чём мы только можем подумать, а именно языковой системы. Ребёнка никто не учит языку. Он выучивается сам. Я не к тому, что я английский больше, чем русский люблю, но в данном случае это важно. Language acquisition. Овладение языком. Ребёнок не выучивает язык, а он им овладевает каким-то непонятным образом. Потому что вокруг него все говорят. И как специалисты по устной речи, и я это тоже знаю, точно вам все скажут, каждый из нас делает очень много ошибок, независимо от нашего образования. Это просто оказиональные ошибки. Здесь не тот падеж случайно вылез. То есть их много. Ребёнок живёт среди потока речевой информации с большим количеством неправильных вещей. А задача его, не его, а его мозга, заключается в том, чтобы себе вот здесь написать виртуальный учебник того языка, в который он родился. И это сверхсложная задача. И мы, вся наша наука только темой занята, что пытается разгадать, а как он там лежит, что это за учебник. Что там лежит? Это не то, что в книжках нам рассказывают. Это там лежат, что отдельно суффиксы, префиксы, отдельно фонемы, отдельно идиомы, отдельно стишки, целиком или по частям, или каждый раз это вычислительные процедуры за предельной степенью сложности, потому что сразу несколько уровней фонетически точно попасть в данный звук. Потому что если ты в другой звук, чуть-чуть съехала артикуляция, то акцент, который сразу ловят. И я, заметим, ни звука не говорю про смысл. Я говорю только про структуры. Эти маленькие штучки, фонемы, вкладываются в морфемы, морфемы в слова, слова в фразы, фразы в тексты. В широком смысле слова текст. Это как может быть? Ещё есть интонации, которые меняют смысл. Это запредельно сложная вещь. Ребёнок, это все с этим согласны, если бы не было генетических механизмов, которые умеют этот код вскрыть данного языка у ребёнка, ему бы лет сто его изучать этот язык. Без учебника и учителя. В Татарстане большинство людей билингвалы. Русский, татарский одновременно усваивается. Очень хорошо. Вот если с точки зрения когнитивной науки посмотреть, у человека один родной язык или два родных языка? Очень правильно. Отличие есть? У того японца, который японский выучит, потом лет 20 будет. Он не станет его родным, японский. Он не станет его родным. Почему? Если, а потому что есть такая вещь, вы очень хитрый интервьюер, интервьюер, не только министр. Почему? Потому что, да, потому что вы сами, возможно, даже не подозревая, вы задаете абсолютно кардинальные вопросы, вокруг которых наука там бьётся, и споры очень большие идут. Мозг не знает ничего о том, что ребёнок должен обладевать одним языком, как родным. Мозг про это ничего не знает. Это вообще не его дело. Куда попал, туда попал. И всё расшифровываем, пишем этот учебник и в голову помещаем. Вокруг билингвизма существует много мифов, но главный миф заключается в следующем, что норма – это монолингвизм, один язык, а всё билингвальное – это как бы хитрости. Ну, или такие. Ну, исключения. Вот это ровно наоборот. Большинство людей, живущих на планете, говорят больше, чем на одном языке. Как раз монолингвальных популяций мало. Даже если взять Китай, да, как бы китайцы говорят по-китайски. Сколько этих китайских там? Их же там, их десятки. И таких, что они друг друга не понимают. Поэтому то, что они все для посторонних, так сказать, объединяются словом китайский язык, это ничего не значит. Там масса разных языков. И сколько стран, где… Ну, я не знаю, голландца любого возьмите. Уж на четырёх языках он как минимум говорит «любой», независимо от образования. Такая страна. Или там Швейцария. Такие страны. Советский Союз был такой страной. Каждая республика, конечно, все знали русский как государственный язык, школы там, ну, всё это понятно. И свой же никуда не девался. Поэтому нормой является не монолингвизм. Как раз монолингвальных сообществ не так много в мире. Может быть, Америка. А про мифы говорите? Это о том, что часто пропагандировалось тезис, что билингвизм даёт преимущество, да? Есть и противоположный тезис. Вот когда Советский Союз распался, то мне из разных прибалтик писали как бы научные запросы. Даже я какую-то экспертизу писала на закон о языке латышский. Ну, я там ни в чём себе не отказала. Ни нормативной лексики в письменном тексте не использовала, но была готова. Просто возьмём, зачеркнём. Язык не так прост. Ты его не можешь зачеркнуть. Их аргументы, кроме того, были такие, что как бы ребёнку лучше выучить сначала один язык, а потом подбираться ко второму. Вас не спросили, это называется. Мозг знает, что ему делать. И другой вопрос, что у мозга есть такое свойство, как пластичность. Это термин, один из главных, когда обсуждают функции мозга. Пластичность – один из главных игроков. Пластичность – это способность менять связи в мозгу в зависимости от того, с чем столкнулся. И тем более, что выучил. Так вот, пластичность у маленьких детей очень высока. Она с годами становится всё хуже и хуже и хуже. И ещё несколько лет назад говорили, что в сильно пожилом возрасте или даже не в очень сильно пожилом возрасте пластичности нет. Сейчас доказано, что это не так. Но зависит от того, как человек живёт. Если он лежит на диване в ментальном смысле, если в физическом он только лежит на диване, то он уже не сможет с него встать. Он забудет, как ходит. Мышцы атрофируются. В мозгу абсолютно то же самое. Если этот человек читает, смотрит, ходит, говорит, там, я не знаю, в меру своих способностей. Аж как там старушка, которая сидит, решает глупый кроссфорд, здоровье пусть решает. Потому что это крутит мозг ей, понимаете. Если она его не будет решать, а будет только студень есть, то вот у неё студень будет в голове. Поэтому это важная вещь. Поэтому, возвращаясь к билингвизму, я чего говорю? Очень важно, в каком возрасте что произошло. Вот чем раньше человек сталкивается с языками, но не мучением от родителей, когда учительница ходит, как сейчас тщеславная мамаша, двухлетнему ребёнку, а теперь пусть кай будет латынь. Таблетки маме, а не латынь. Поэтому, если это естественным образом, я не знаю, мама китаянка, папа русский, бабушка француз, француженка, а дедушка, я не знаю, голландец. И ходит в английскую школу. Да, и ходит в английскую школу. Но вот до школы, мы сейчас берём того, который до школы. Это естественная для него среда. Для него эти четыре языка будут, так как для нас один русский. То есть он не запутается. Он не запутается. Мозг по своим ячейкам разложит всё. Мозг знает, что ему делать. Вот не надо ему советовать только. Но это должно быть естественным образом. То есть всё зависит от того, в каком возрасте и как именно язык туда попал. Вот как мы учились, ну я, по крайней мере, учебники, учителя, я учила английский, немецкий, французский. И английский я знаю прилично. Но я на нём пишу, читаю, лекции читаю там и так далее. Французский, немецкий гораздо хуже. Вероятно, потому что у меня нет настоящих способностей к языкам. Это правда. Их нет. Потому что я знаю людей, которым новый язык – это просто как орешек съесть. То есть они хватают эти языки мгновенно. Интересно, как? Потому что они не то, чтобы они сидели, обложившись энциклопедиями и теоретическими грамматиками, но они каким-то другим способом это делают. Итого, мозговая картина представительства языка зависит от того, в каком возрасте и каким способом этот язык туда попал. Через книжки аналитическим в этом языке есть такие-то времена, в нём есть такие-то аспекты. Фонетика устроена так-то. Или так, как ребёнок, который ничего этого не знает, а пишет, пишет, пишет. Но пишет – это не значит, что ребёнок – диктофон. Вот это очень важно. У него есть алгоритм генетический, который умеет разбираться с языком каким-то образом. Это как раз то, собственно, что изучает нейролингвистика. Как там лежит. Если мы эту историю разгадаем, это изменит нашу систему образования точно. Потому что настоящий учебник здесь лежит, а не там, где его Марья Ивановна Иванова написала, как ей кажется. Язык этот выглядит. Татьяна Владимировна, вы сказали, что 6 или 7 тысяч языков в мире существуют. У меня два вопроса. Первое. Количество языков уменьшается? Уменьшается. А сколько их было в начале? Или был один вавилонский язык, он разделился? Или изначально их было много? Их изначально было немало. А сколько примерно? Я не буду врать. Не хочу. Лапшу вешать не буду на уши. Потому что... Я вам сказала, что вы умный интервью. Я подтверждаю еще раз, потому что вы очень... Это вопросы, которые выводят к целым большим областям науки. Спасибо. Например, вот вы не ожидайте, например, существует огромный спор первым языком, в стаковочках первым, потому что мы не знаем, был... Один язык был, вот язык, язык как явление, родился в одном месте, а потом начал ветвиться, да? Или... Это моногенез языка называется. Это отдельная область науки. Или это полигенез, а именно дозрели люди мозгами, дозрели до того, что уже на язык дело пошло, и родилось. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь. А потом они начали перемешиваться, и там это уже другая песня пошла. Так вот, был один, или их сколько было? А как вы собираетесь об этом? Сученые не знают об этом. Как узнать? Документов нет, никогда не будет, записей нет, никогда не будет. Мы можем только реконструкциями. А если поехать на остров Попуа-Гвинея, где тысячи языков, вот остров небольшой, там 6 миллионов человек живет. И там всего, не всего, а в одном маленьком месте тысячи диалектов, тысячи разных языков. Вот как так интересно получилось? Вот интересно и мне. Я не знаю. Я знаю только, что не хочется банальности говорить, но выхода нет. Чем дальше, чем больше, я про это знаю. Я курс читаю в университете происхождения, эволюции языка. Я уверяю вас, я знаю людей в мире, которые этим занимаются, тем хуже. То есть, сейчас я, вот на такие, на самые важные, базовые вопросы у меня ответа нет. Я не знаю. Почему, если они рядом живут, зачем им эти там 10 тысяч, неважно, какая там цифра будет. Почему не говорить на одном языке? Не знаю. Хорошо. А если вот так взглянуть в будущее, 7 тысяч языков, сколько языков останется? Или это уменьшается? Ну, они стремительно уменьшаются. Останется 2, 3 языка, 1? Нет, 1 не останется, потому что не сдадут позиции. А как он останется? Я даже не понимаю, как это сделать? Одна цивилизация победила другую цивилизацию. Ну, через 100 тысяч. Как раньше племена же воевали, они же вот так. Ну, через 100 тысяч лет, может быть. Индейцев же уничтожили, европейцы. Ну, это понятно, да, много кто кого уничтожил. Но, вот что сейчас происходит? Вот почему в мире есть такое движение за сохранение малых языков? Кажется, ну, если там осталось, я знаю, есть какой-то язык, где остался, одна старушка живет. Одна. То есть ясно, что смерть языка уже произошла. Но это экстремальный случай. А если мы возьмем случай, где не одна старушка, но все-таки там несколько десятков или сотен людей, все равно малое число. Что происходит с этими языками? Следующие поколения не хотят ими пользоваться, потому что незачем. Непрестижно. Предположим, внутри Америки, условно возьмем, вот какой-нибудь там индейцы, какое-то племя, где там Чангачгук, там на лошади скачет, и там этот их язык. Младыка говорит, слушайте, я вообще американец уже. Да, я собираюсь учиться в школе, там будет американский, английский. Потом я пойду в колледж, там будет американский, английский. Вся улица говорит, улица в широком смысле, на американском, на какой черт мне этот Чангачгук ваш? То есть, они не хотят, кроме пижонов, которые говорят, нет, а я, я думаю, вот только по латыни буду разговаривать. Это и проблема России малых языков. Да, это везде, это я вам просто рассказываю. Как быть, сохранять эти языки? Сохранять, сохранять, сколько можно. По причине, с которой мы начали. Как это делать? Мы начали с чего? Человеку не заставишь учить. Каждый язык, это свой мир. Значит, если вот, когда эта старушка помрёт, про которую мы говорим, то этот мир исчезнет навсегда, он больше никогда не появится. Поэтому, сохранение этих языков в прикладном смысле никому не нужно, а вот в таком смысле мы теряем целые миры. Вот так на мир больше никто не смотрит, как эти люди. Сколько можно сохранять, но как это сделать? Здесь очень интересный пример, вот про, что отдельный язык и отдельный мир. В Австралии или где-то там, в общем, в Индонезии есть язык, где у людей нет право-лево и вверх-вниз. Совершенно верно. Они мыслят как-то там категориями юг-север, вот он заходит в помещение, Абсолютно чашка. И он знает, что чашка находится в восточном. На северо-запад от чашки. Да, но при этом, как он в помещении понимает, где север, где юг, непонятно. Он как птица, получается, чувствует. Может быть и так. А учёные исследуют таких людей или такие вот малые народности? исследуют. Антропологии две. Есть физическая антропология, это те, которые изучают череп, какая рука, гортань, там, где какие скулы, над гробом, над бровные дуги, там, физикой, физикой. Вот человек такой, у которого такой череп. А есть культурная антропология, которая в российской традиции называется этнография. И они занимаются обычаями, там, кто как ездит, во что одет. Николиха Маклайн, например, изучал. Вот это оно. Это они, да? Вот это оно. Поэтому, да, этим занимаются, этим занимаются лингвисты. самоотверженно, потому что они ездят, они не просто диктофон включил, записал, они же расшифровывают. А что это с бабушками там? А что это значит? Их могут съесть ещё эти племена. и так далее. Там же каннибализм присутствует. Хорошо, у нас на северо-западе России, слава тебе, Господи, никто никого не ест. А там замечательно. мне рассказывала моя одна старая приятельница, много лет назад была. Они ездили со студентами в фольклорную экспедицию в какую-то там деревню очень далёкую. И эти же экспедиции, они тематические. Одни изучают именно язык, как язык структуры, как там время изображается, цвета там, ну, с языком. А другие, скажем, фольклор, сказки, какие у них там духи, кто кого боится. Ну, короче говоря, они пристали, значит, к старушке и говорят, скажите, а что такое коледа? Она говорит, коледа, ну, коледа, она и есть коледа. Ответ. Они говорят, хорошо, а что это такое? Он говорит, так коледа, она же коледа. Ну, в общем, они с многих концов подбирались, ничего не вышло, тогда они с другого конца подъехали. И говорят, ну, а вы боитесь коледу-то? Она говорит, коледу? Не, не боимся, особенно летом. Я упала замерто вместе с Аристотелем. Представляете, луи, какая? Не боимся, особенно летом. Это вот такой тип мышления. Понимаете? Вот в качестве примера на тарском языке нет мужского и женского рода. Правда, я не знала. В финском нет. В тарском нет. Ну, вот эта тема чрезвычайно интересна, что язык отражает способ восприятия мира, получается. А мы про что и говорим? А вот еще хочется поговорить про такую область познания, как биосемиотика. Да, я даже вхожу в общество. Вот стали появляться публикации, что деревья или растения могут между собой общаться, что у них есть тоже знаковая система. Это так или не так, как вы считаете? Значит, в Тарту, где Юрий Михайлович Лотман профессорствовал и где вся эта семиотика крутилась и куда я постоянно ездила, там уже Лотмана нет, но кафедра семиотики есть и ей руководит такой член. Полное интервью смотрите в нашем телеграм-канале. Ссылка на него под видео в описании либо же в закрепленном комментарии.